Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Настало время озвучить ответы на очередные вопросы. Но прежде чем я начну что-то рассказывать, я хотел бы обратиться ко всем зрителям своего канала. У меня есть один знакомый, у которого случилась серьезная беда. У нее жена серьезно заболела раком и сейчас она находится на лечении в Израиле. Мне поставили диагноз хондросаркома 10-го позвонка, прорастание лежащей мягкой ткани и метастазы в оба легких. Я не врач, поэтому я, к сожалению, вынужден был зачитать этот диагноз. А ситуация такова. У человека пока еще есть деньги на лечение, но он разочаровался в той клинике, которая была в Израиле. К сожалению, там люди только снимают деньги, ничего сделать с таким диагнозом они не могут. Пытался он пробивать информацию по американским клиникам в Бостоне, в Нью-Йорке. Тоже ноль полезной информации. Остается одна надежда на Европу, если кто-то в Европе живет. И на Китай. Я, соответственно, в Китае у меня есть завязки, я уже послал запрос, буду ждать, может, что-то удастся найти. А в чем заключается суть моей просьбы? Господа, кто немножко связан с медициной, кто немножко связан с онкологией, кто связан с клиниками, которые занимаются лечением онкологии, именно касается Европы, кто обладает информацией и вообще понимает, что это за диагноз. Хоть какая-то малейшая информация, куда можно обратиться. Где есть хоть какая-то клиника, где будет хоть небольшой шанс, что, скажем так, можно будет хоть что-то сделать. Пожалуйста, пишите. Я немедленно всю вашу информацию перешлю своему другу. Ему это будет крайне необходимо, потому что сейчас фактически надежда уже пропадает. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Ну, теперь расскажем не про столь грустные вещи. Теперь я расскажу про ответы на вопросы. Сегодня мне предстоит заезд в нелегальных гонках вечером в 10 часов вечера. Я надеюсь, что я сейчас лягу, посплю немножечко, чтобы бодренько выглядеть. Заряжу всю свою технику и, значит, соответственно, что-нибудь интересное наснимаю. Надеюсь, что это все сразу смогу выложить. Значит, я для любителей автогонок сейчас заведу новый плейлист. К сожалению, я так и не получил рекомендации, как его лучше назвать. Поэтому пока введу свое техническое название. Но если вам он не понравится, я всегда могу его поменять по большинству голосований зрителей. Со мной Влад решил поделиться самыми интересными видео, посвященные покатушкам в Америке. И, соответственно, по заряженным автомобилям. Ну и первый вопрос тоже по автомобилям. Пишет такой White Wolf, пишет на мой e-mail. Поэтому сейчас зачитываю вопросы и с e-mail, и, соответственно, с YouTube. Здравствуйте! На сайтах продажи авто написан очень маленький процент по кредиту. В гугле ссылки на русскоязычные сайты с мутным содержанием. А тут посмотрел видео одного товарища и рассказываю, что кредит не дадут столько приехавшему в страну. Да и процент будет сперва большой. Вы можете рассказать поподробнее о покупке автокредит или как заработать кредитную историю. Прав ваш товарищ. Если вы приехали в Америку, если вы не резидент, если у вас нет CCN, если вы хотя бы годик не платили официальные налоги, у вас нет кредитной истории такой, хрен вы получите этот кредит. Я здесь уже нахожусь больше года значительно. И разрешение есть, и пластиковую карточку открыл. Буквально месяц назад заезжал в банк. Там у них было интересное предложение в Wells Fargo по очень низкой кредитной ставке. Но меня развернули с этим кредитом. Поэтому надо запасить терпением. Программы автокредитования совершенно разные. Нет какой-то единой фиксированной ставки. У каждого банка свои собственные программы по автокредитованию. У Wells Fargo одна ставка, у US Bank другая ставка, у City Bank третья ставка. Опять же есть куча сторонних фирм, которые тоже предлагают автокредитование, сами салоны предлагают. Нет единой такой ставки. Google вам в помощь. Посмотрите. Как только у меня будет накоплена кредитная история, то есть я год проработаю, проплачу налоги, непременно схожу в банк и возьму кредит, потому что это крайне выгодно. То есть можно взять машину сразу посвежее и платить где-то 300 долларов в месяц. Это небольшие деньги. И, соответственно, ездить на нормальной машине, а отъедив какое-то время, машину можно или продать, или поменять. Надеюсь, что я ответил. Конечно, кредитные ставки совершенно другие по сравнению с Россией. То есть в России вписывался какой-то кредит от самоубийства. Идем дальше. Идем дальше. Максим, привет. Меня зовут Сергей. Сергей Ким такой. Подскажите, пожалуйста, как обстоят дела с водительскими правами у инвалидов по зрению? Ну, примерно с одним глазом. Ну, или с очень большими очками. Или они все передвигаются исключительно такси и общественном транспорте? Тур-визу, насколько тебе дали, скажи, сколько примерно времени ушло, к какому пути легализации ты пошел? Надеюсь, что не политически. Спасибо заранее. Очень много вопросов в пределах одного письма. Давайте сделаем вот что. Значит, что касается людей с диссабилити, то есть инвалидов, не знают, к сожалению, как получать права. Можете набрать драйвер Мотовайклс, там какого-нибудь штата, и в Босквите добавить плюс диссабилити. И почитать, есть ли какие-то специальные правила или ограничения получения прав по, как бы, вот, проблемой со зрением. И там, наверное, все это написано. На худой катет можете сами сформировать запрос, у них там есть контакт, e-mail они не шифруются, вся контактная информация есть. Вы можете им задать вопрос, как получить права, если вы плохо видите. Значит, турвизу мне дали на три года, вот. А, кстати говоря, что-то сейчас с визами стало странно происходить. В июле месяце у меня друг успешно получил трехлетнюю визу в Америку, но у него была виза в Англии, он стоял уже. И Европа у него была очень много, у него весь паспорт был постапован шенгеном. Естественно, он показал правку 2 НДФЛ, машины у него не было, но была хорошая банковская выписка. Вот. А визу ему дали. А вот сегодня общался с человеком, у которого жена, ребенок, своя квартира, своя машина. На пятерки, пять тысяч долларов у него было на карточке, но с визой ему отказали, хотя у него было две шенгенские визы. Вот. То есть, непонятно, что получается с визами сейчас.